Уважаемые жители Гагаузии, уважаемые представители средств массовой информации, традиционно каждый год к завершению очередного года и преддверии наступления нового мы подводим итоги за прошедший год. И я сегодня пригласил вас сюда, в региональную библиотеку, чтобы подвести итоги уходящего 2012 года. К сожалению, у нас еще не закончился ремонт в здании исполнительного комитета Гагаузии, и поэтому мы с вами проводим подведение этих итогов здесь, в здании региональной библиотеки. Год был достаточно насыщенный и сложный, хотя, если признаться честно, не было и таких несложных годов. Работы было много сделано, и сейчас мы подведем коротко эти итоги. Самые главные итоги это то, что было избрано Народное собрание Гагаузии, мы провели эти выборы, избрали руководящие органы Народного собрания Гагаузии, и в отличие от того, что было 4 года назад, понадобилось гораздо меньше времени, чтобы сформировать рабочие органы Народного собрания Гагаузии. Как позитивным отмечаю то, что за короткий промежуток времени, практически ноябрь и половина декабря, где-то может быть в течение чуть больше месяца, было принято три очень важных закона. Два – это поправки в бюджет 2012 года, которые позволили нам оперативно выделить дополнительные средства по всем населенным пунктам Гагаузии с тем, чтобы обеспечить платежную дисциплину и современную выдачу заработной платы. Одновременно это позволило нам значительно сократить долги, как местных, так и регионального бюджета. Не менее важным финансовым документом является то, что Народное собрание Гагаузии утвердило бюджет на 2013 год. Конечно, он не идеальный, над ним еще надо работать, но бюджетный процесс непрерывный, мы будем дальше над этим документом работать. Самое главное, что мы входим в 2013 год с утвержденным бюджетом, а это уже большой позитив. Если говорить по отраслям, по направлениям, по секторам, как экономики, так и бюджетной сферы, остановлюсь на коротко на итогах работы в сельскохозяйственном секторе. Ну, вы знаете, что год был достаточно сложный по климатическим условиям, и если рассматривать с точки зрения собранного урожая зерновых первой группы, то мы в 2012 году показали результаты даже меньше, чем в 2007 году засушливым. Это 49,7 тысяч тонн зерновых первой группы. Для сравнения, в прошлом году мы собрали 82 тысячи тонн. Вот такая резкая разница, но климатические условия против климата очень сложно, когда нет дождей, сложно добиться, хотя технологии современные применялись, но слишком высоких результатов не показали. Если говорить про закладку садов, то в прошлом году в Гагаузии было заложено 432 гектара садов. Это хороший показатель. Если мы выдержим такие темпы ближайшие 5-10 лет, то действительно все те сады, которые были в Гагаузии, они будут возрождены. Заложили в прошлом году виноградники, 141,6 гектара виноградников. Если говорить про приобретение техники и инвентаря, это и трактора, и плуги, и комбайны, все, что приобреталось в сельскохозяйственном секторе, на обновление машино-технического парка. Это в общей сложности было потрачено 46,5 миллионов лей. Я считаю, что это результат неплохой. Если говорить про субсидии, то в прошлом году, вернее в этом году, в 2012 году, аграрии сельскохозяйственного сектора автономии получили более 35 миллионов лей республиканских субсидий. Это тоже неплохой показатель. Хотелось бы, чтобы на будущий год эта цифра хотя бы сохранилась, а еще лучше, чтобы она увеличилась. Если говорить про производство, то есть некоторые отрасля, где мы показали хороших результатов. Если говорить про производство молока, это 136%, шерсти 101%, а яиц это более 183%. Думаю, что при тех погодных условиях, которые были, с теми возможностями, которые у нас есть, техническими, технологическими, сельскохозяйственный сектор показал, что даже в таких условиях он может показать неплохие результаты. Было продолжено строительство комплексов, холодильных комплексов для хранения фруктов и овощей. Один такой серьезный мощный комплекс был сдан в эксплуатацию в Кангазе. Сейчас второй готовится к сдаче в эксплуатацию в начале 2013 года. Будет сдан в эксплуатацию. Эти работы идут планово. Если говорить про реализацию программы здоровья нации, это все, что касается системы здравоохранения. В этом году продолжилось техническое оснащение, капитальный ремонт и строительство новых объектов учреждений здравоохранения. В Камрадском хирургическом корпусе остались отделочные работы, закупка специального медицинского линолеума, которым должен быть на полу, должен быть такой линолеум. Это достаточно дорогой линолеум, его надо заказывать за рубежом, его здесь не производят, и мы сейчас ждем его. Основные работы там все выполнены. Ну, ближайшие 2-3 месяца, 4 месяца, но этот объект будет сдан в эксплуатацию. То есть, то, что мы наметили по хирургическому корпусу, мы выполняем его, и он будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время. В Этулийский центр здоровья сдан в эксплуатацию с хорошим качеством работ. Вот, Кирит Лунге строится, и он тоже в первой половине 2013 года медицинский центр будет сдан в эксплуатацию. В Чимишли приступили к строительству, он тоже на будущий год до 1 сентября будет сдан в эксплуатацию. У нас остается один единственный населенный пункт, где мы должны построить медицинский центр. Это село Джалтай, и его тоже построим. И в целом тогда программа будет завершена. Техническая оснащенность, над которой мы много работали, она дает свои позитивные результаты. Более 600 человек прошли уже медицинское обследование через компьютерный томограф в Камрадской поликлинике. А это, прежде всего, удобство для людей. Им не надо ехать далеко, в Кишинево, стоять там в очередях. Многие не понимают язык. А здесь все делается на месте. Предпринимается нами действие для того, чтобы в 2013 году на территории автономии был установлен и магнитоядерный резонатор. МРТ, как его называют. Если мы его тоже устанавливаем, то можем говорить о том, что весь комплекс диагностических медицинских услуг, то, что положено на уровне региона, мы будем делать здесь у себя сами. Конечно, есть вопросы, связанные с повышением квалификации медицинского персонала, и мы над ним работаем. У нас очень хорошо налажено сотрудничество с Министерством здравоохранения Турции. Наши специалисты-доктора выезжают в Турцию, получают там необходимые навыки работы. Одновременно делегация турецких врачей приезжает и в Гагаузию и проводит здесь обследование, лечение, хирургические операции. Более того, они очень здорово нам помогли по оснащению слабослышащих граждан, которые имеют проблемы со слухом, слуховыми аппаратами. Около 80 человек получили эти слуховые аппараты бесплатно здесь, на территории автономии, и они прошли медицинское обследование. Мы будем эту практику продолжать. Остаются вопросы, связанные с взаимоотношениями врача и пациента на территории автономии. Но это уже надо ментально немножко изменить свой подход. Как врачам, так и пациентам должен быть больший диалог и должна быть большая степень доверия. Потому что, ну, я признаю это, потому что, поскольку я общаюсь постоянно с людьми, они мне звонят, возмущаются, рассказывают о своих проблемах. Еще взаимодействие пациента и врача остается на низком уровне. И доверие населения, конечно, надо значительно повышать к системе здравоохранения. Многие, не понимая, какой комплекс услуг дает страховой полис, а там все расписано. У многих нет времени просто это прочитать. И люди не до конца понимают свои права и свои обязанности. К примеру, сейчас уже начинается реализация страховых полисов для тех, кто по каким-то причинам его не имеет. И сейчас он реализуется 1650 лей до 1 апреля. Но если человек болеет, если у него нет возможности получить, он не работает или не является инвалидом, или не является пенсионером, выезжает временно на заработки, я рекомендую, пожалуйста, приобретите этот страховой полис, и вы обеспечены будете медицинским обслуживанием. Многие относятся к страховому полису, что вроде он ничего не решает, я сам решаю свои вопросы с врачом. Я рекомендовал бы, чтобы мы больше спрашивали так, как гласит закон. Если вы имеете страховой полис, в этом страховом полисе расписаны ваши права, вы будьте добры, требуйте своих прав. Тогда мы быстрее в системе здравоохранения наладим тот самый диалог между врачом и пациентом. Если говорить про систему образования, ну вы знаете, что она для нас являлась все эти 6 лет приоритетной, так она и будет дальше приоритетной являться. Мы смогли сохранить весь комплекс системы образования и, более того, прекратили эти спекуляции, постоянные спекуляции, что закроют школу, закроют садик. Мы прекратили это. Каждое бюджетное учреждение, каждое доуниверситетское учебное заведение, детское, дошкольное учреждение, они получили необходимые ресурсы. Мы их изыскали. Система образования функционирует планово, в строгом соответствии с теми планами учебными, которые разработаны. Педагогический коллектив я благодарю за хорошее качество знаний, которые дают нашим детям. Свидетельством этому служат многочисленные письменные обращения в адрес Башкана Гагаузии, где благодарят педагогов Гагаузии ректора вузов, где обучаются наши дети за рубежом. И они все подчеркивают, что качество знаний на достаточно высоком уровне. Это не значит, что мы должны на этом успокоиться и не работать над повышением стандартов качества образования. Мы и дальше должны наращивать техническую оснащенность, модернизировать сам учебный процесс. И мы это делаем. Каждый седьмой выпускник учится за рубежом, в хороших вузах. Получат они там образование, наберутся опыта, вернутся сюда, в Гагаузию. Может быть, не все, но вернутся и будут работать здесь, в автономии, будут приносить пользу. Результаты этого труда будут, ну, где-то 10-15 лет еще понадобиться, чтобы мы все вместе с вами почувствовали результаты этого труда. Когда придут молодые подготовленные кадры на смену нам, и применять будут на практике те полученные знания, которые они получили за рубежом. Они у нас учатся и на Кипре, учатся у нас и в Турции, учатся и в России, в Белоруссии, в Германии, в Польше, в Болгарии учатся, в Румынии учатся, во многих странах мира, в Украине учатся. Они получат там хорошее знание. Мы расширили географию наших договоров с ректорами вузов, с регионами, и уже и в Казахстан мы отправляем, уже и в Азербайджан отправляем наших детей на учебу. На будущий год мы продолжим эту практику расширения географии, куда мы будем отправлять наших детей получать хорошее образование. Что очень важно, эти дети получают образование бесплатно. Им дается жилье там, им дается стипендия, а это серьезная поддержка для родителей, особенно для малоимущих семей. Когда талантливый ребенок с бедной семьи может получить великолепное образование за рубежом, только за счет того, что он имеет хорошее знание, и он показывает хорошие результаты учебы. Поэтому возможности для детей мы создали неплохие, вместе с педагогами, вместе с родителями, но это мы сделали. Если говорить про инфраструктуру, мы начали уже реализовать от этих маленьких проектов, мы перешли уже к крупным проектам, серьезным проектам. К примеру, строительство дороги Кангас-Баурчи. И проект готов, и более 10 миллионов лей выделено, и в этом году и освоено, и эта дорога будет построена. Это важнейшая артерия, которая свяжет и Камрадский, и Чедерлунский район, и свяжет два самых крупных населенных пункта Гагаузи. И эта артерия будет очень важна, транспортная артерия, которая будет напрямую выходить на трассу, которая ведет на Джужу-Лесты. Поэтому эта дорога на будущий год, 2013, она окончательно будет сдана в эксплуатацию. Эта дорога находится на контроле у премьер-министра Республики Молдова Владимира Васильевича Филат. Она заложена в программу на будущий год, средства на нее будут выделены, она будет завершена. Это где-то более 50 миллионов лей будет стоить строительство этой дороги. Второй, не менее важный проект, такой же крупный, это обеспечение четырех населенных пунктов сельской местности и одного крупного населенного пункта городской местности, это Чедерлунга, Казаклия, Тамай, Баурчи и Бежгиоз, проектом Европейского банка реконструкции и развития. И могу вам сказать, что уже на водообеспечение Гагаузии в этом году было выделено около 23 миллионов лей. Что касается канализационных сетей, то около 25 миллионов лей. Это очень серьезные деньги. Для кого-то это может показаться ничего не значащими цифрами, но за этими цифрами стоят километры, десятки, около 60 километров проведенных водопроводных канализационных сетей в автономии. И тот показатель, который мы себе наметили, 90% домовладений должны иметь водопроводные сети и значительно мы должны повысить строительство канализационных сетей. После этого, естественно, переходим на этап строительства дорог, как внутри населенных пунктов, так и межпоселковые населенные пункты. На будущий год мы должны эту программу запустить. Думаю, что есть шансы хорошие. Мы с руководством Европейского банка реконструкции и развития говорили на эту тему. Мы можем реализовать еще два проекта, аналогичных тому, что реализуется в Чедерлунге. А тот проект, который реализуется в Чедерлунге до 31 декабря, можете не сомневаться. Вот все те населенные пункты, которые я назвал, работы будут завершены намного раньше, чем 31 декабря. И эти сети будут сданы в эксплуатацию. Эти населенные пункты будут иметь круглосуточно воду. И, соответственно, город Чедерлунга будет иметь канализационные сети. Так вот, такой же проект, аналогичный, мы можем реализовать с центром, скажем так, или в Камрате, или в Кангазе. И с центром в Вулканештах. Сейчас эти переговоры идут. Во многом это будет зависеть от координации действий 4-5 примаров населенных пунктов. Согласятся они на этот шаг или не согласятся. Кооперировать свои усилия, получить где-то 66% грантовых денег и 34% кредитные. Но кредиты это недорогие кредиты. До 2,5% годовых со срочкой платежей на 10-15 лет. Это выгодные кредиты, потому что годовая инфляция выше, чем процентная ставка по кредиту. Поэтому мы должны идти по этому пути и должны обеспечить всех жителей автономии водой, канализацией, дорогами, газом. Все это должно быть у каждого жителя автономии. Вы обратили внимание, конечно, если говорить откровенно о качестве дорог в автономии, оно оставляет желать лучшего. То есть там очень много надо работать. Но вместе с тем, автомобилисты, которые проезжают по этим дорогам, они видят, что изменился подход, качественно изменился в лучшую сторону этот подход по ремонту и содержанию дорог. Больше выделяется средств на ремонт дорожного полотна. Больше выделяется средств на благоустройство самого полотна и прилегающей территории. Идет очистка этой территории. Особенно это стало видно в зимний промежуток времени. Жители Гагаузи не испытали больших неудобств из-за того, что за один месяц, за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. Вы видели, что есть новая техника, которая работает. Эта техника планово убирает. И должен вам сказать, что в декабре месяце все те запасы, которые мы создали на экстренный случай, если выпадет снег, будут какие-то природные явления. 90% средств мы уже израсходовали. Сейчас исполнительный комитет с резервного фонда будет выделять дополнительные средства с тем, чтобы водители не испытывали никаких проблем, перемещаясь по дорогам автономии в зимний промежуток времени. С другой стороны, у меня и просьба к самим водителям. Те, которые не прислушиваются к рекомендациям, синоптиков, исполкома Гагаузи. Ведь мы же предупреждали людей, что воздержитесь от поездок, когда идет обильный снегопад, чтобы техника успела очень быстро убрать дороги. Многие выезжали на резине, которая является летней, и мы имели проблемы, пока их вытаскивали, снег метет, теряли время на это. Поэтому самим владельцам автомобильных транспортных средств, жителям Гагаузи прислушиваться к тем рекомендациям, которые дает комиссия по чрезвычайным ситуациям, с синоптики дают предупреждение, исполком обращается, пожалуйста, давайте вместе работать над тем, чтобы людям было удобно. Ездить по дорогам, чтобы дороги были качественные, чтобы соблюдались правила дорожного движения. Информирую всех владельцев автотранспортных средств, что взаимодействие с Министерством внутренних дел, министр внутренних дел, мы к нему обращались, он пошел нам на встречу, выделил три единицы новых транспортных средств, полностью оборудованных компьютерной техникой, системой видеозаписи. Поэтому, если вы уже будете нарушать, там будет все зарегистрировано на видео, и вы не сможете полицейскому что-то положить, права и дать, потому что и внутри автомобиля, и снаружи работает система видеонаблюдения, и при том эта система позволяет наблюдать за этой машиной, находясь в кабинете у Министра внутренних дел, он сам может наблюдать за каждой машиной, где она находится. Водителям прошу, будьте, пожалуйста, более дисциплинированы, не нарушайте правила дорожного движения, потому что это очень важно, сохранить жизнь человека. К сожалению, в этом году нам не удалось избежать этих трагедий, и у нас есть случаи со смертельным исходом дорожно-транспортных происшествий. Очень хорошо мы поработали в этом году, частичку труда своего вложили все жители Гагаузии, руководство Гагаузии, депутаты, примары, в то, что был подписан документ 1 ноября этого года о безвизовом проезде с Турецкой Республикой. Сейчас эти документы будут у нас подписаны и пройдут через правительство Республики Молдова, и с 1 января должен наступить режим безвизового проезда в Турцию. Мы с вами провели в этом году третий всемирный конгресс Гагаузов мира. Это еще одна яркая страничка, которая вписана в историю Гагаузской автономии. Мы издали с вами вместе очень важный труд «Гагаузы в мире, мир Гагаузов» под руководством целой группы наших ученых, где основную ведущую роль играл наш замечательный земляк, почетный гражданин Гагаузии Михаил Николаевич Губогло. Это академическое издание, очень важное в жизни гагаузского народа. Мы будем продолжать эту практику, издание книг и на гагаузском языке, и на русском языке, с тем, чтобы запечатлеть историю. Нам еще много предстоит в научном центре провести исследования. Сейчас опять группа специалистов выйдет изучать архивы в Болгарии, Турции, Украине, будут изучать архивы о происхождении гагаузского народа. Это большой объем работы, которую мы с вами будем планово выполнять. Идет популяризация гагаузского языка. Гагаузского языка. С самым нужен, как нам еще много гагаузского языка. С самым вы Об damit из тех пор, затоthää Nitous начинаем ainsiки. Когдаラать на то четыре ТВ или fillette, мы щемного пusessимы. Руси делами или посвященник, Гагавуз дели. Сейчас на будущий год уже заработает Гагауз-концерт. Мы рассчитываем, что эта структура сконцентрирует в себе всю культуру Гагаузии в виде песен, танцев, театра, музыки, для того, чтобы пропагандировать ее, это должны быть серьезные, хорошо подготовленные коллективы, там должны быть несколько коллективов, а организация должна быть настолько сильной и хорошо подготовленной, чтобы могли гастролировать наши музыканты по всему миру, демонстрируя богатство культуры Гагаузского народа. И при этом задача перед ними ставится, чтобы мы ушли от этих мизерных зарплат в сфере культуры, и чтобы наши артисты получали, музыканты получали заслуженную заработную плату, и чтобы она была не меньше, чем средняя по Республике Молдова. Хотя бы 3,5 тысячи лей они должны получать, а не то жалкое существование, которое сегодня влачит гагаузская культура. И во многом это зависит не только от руководства Гагаузии, потому что руководство Гагаузии свою задачу выполняет. Вот создается Гагауз-концерт. Народное собрание согласилось и вкладывает туда бюджет, закладывает деньги. Но многое будет зависеть от самих артистов. Они из ведомых должны превратиться в ведущих. Они должны быть инициаторами этих поездок. Они должны быть инициаторами разработки нового репертуара, новых костюмов, новых сценариев. И ведущая роль у них в этом вопросе должна быть. А исполнительные комитеты и народное собрание будут им помогать. На территории автономии продолжается работа по соблюдению законодательства. Органы правопорядка обеспечивают этот порядок. Взаимодействие с людьми. Есть еще много секторов, которых я в своем выступлении не коснулся. Но если подводить общую такую черту за 2012 год, мы с вами вместе хорошо поработали, но есть еще заделы, есть еще резервы, которые мы с вами не задействовали. И мы должны вместе продолжать наращивать эту работу в 2013 году. Уважаемые представители средств массовой информации, я оставил немного времени на ваши вопросы. Если они у вас есть, я на них отвечу. Да, пожалуйста. Насчет оппозиции. Я не знаю, кто в Народном собрании находится в оппозиции к Башкану Гагаузии. Башкан Гагаузии не может быть в оппозиции к воле и заявлению гагаузского народа. Раз народ выбрал этих депутатов, я как Башкан обязан с этими депутатами работать, я обязан уважать волю избирателя. Поэтому, если кто-то рассматривает себя в качестве оппозиции, он может это рассматривать. Башкан не может рассматривать себя, и исполком не может себя рассматривать в оппозиции к Народному собранию Гагаузии. Потому что автономия маленькая. Задачи, которые стоят перед автономией, кто бы ни пришел к власти в автономию, эти задачи остаются одними и те же. И способы решения их практически ограничены одними и тем же способами. Поэтому исполком будет работать. Относительно отставки исполнительного комитета Гагаузии. Первым вам сообщаю, что я сегодня подписываю соответствующее распоряжение. Завтра отправляю это распоряжение в Народное собрание Гагаузии по составу нового исполнительного комитета Гагаузии. То есть, так, как гласит закон, Башкан 100% это сделает. Вы знаете, мы начали работу над этим документом еще 2-3 года назад. Мы начали работать над этим документом. Но должен признаться, что мы не специалисты. Ни я, ни мало кто среди членов исполнительного комитета обладает той суммой знаний для того, чтобы подготовить этот законопроект таким образом, чтобы он выражал интересы развития автономии лет на 10-15 вперед. Чтобы мы не принимали такой документ, который будем каждый год корректировать, а приняли такой стратегически важный документ, который позволит эффективно работать общественной террорадиокомпанией на лет 15 вперед. С этой целью мы обратились к специалистам. Те, которые имеют мировой опыт. Те, которые принимали участие ни в одном реформировании системы радиотелевещания, в разных странах мира они принимали это участие. И одним из таких специалистов он посетил Гагаузию, он поработал над этим проектом, господин Бергант, и он дал нам свои рекомендации. Теперь, в этот понедельник я дал указание Валерию Федоровичу Яниогла. Он соберет всех представителей масс-медиа и обсудит те предложения, которые Народное собрание Гагаузии направило в адрес исполнительного комитета Гагаузии. Часть из них, я прочитал, нормально. Часть из них требует корректировки. Но большую роль, основную роль в этом должны выиграть, прежде всего. Вы – средства массовой информации. Это ваши предложения должны быть услышаны. И ваши предложения должны найти отражение в этом законе, потому что вам работать, вам давать информацию населению, вам обеспечивать население информацией своевременно, полно, объективно, непредвзято. К сожалению, я вижу эти перекосы, которые есть у нас в средствах массовой информации, когда на одном телеканале кроме грязи ничего не увидишь. А телевидение 21 века предполагает, одна точка зрения, вторая точка зрения. Зритель, проанализируй обе точки зрения, сделай свои выводы. Определись, зритель, вы судья, зритель. Вот если исходить из этого и разработать законопроект, то мы сделаем качественный скачок вперед. Если депутаты Народного собрания Гагузи попытаются, что делали все эти годы в руководстве Молдовы, в парламенте, подмять под себя масс-медиа, мы опять вернемся на круги свои конфликты. И житель пострадает, прежде всего телезритель пострадает, радиослушатель пострадает, потому что он не получит объективной информации, равноудаленной информации, выражающей несколько, два-три мнения. А судьей должен быть только телезритель, радиослушатель. Это моя точка зрения. Поэтому многое будет зависеть от того, какие вы дадите предложения. Исполком их суммирует с учетом ваших предложений и даст отзыв на тот законопроект, который мы получили. Ну, начнем с того, что я не согласен с точкой зрения, которую Народное собрание Гагузи утвердило в своем регламенте, где каждый член исполкома должен утверждаться персонально. Тем самым мы принижаем роль исполнительного комитета Гагузи. Ну, сегодня Башкан-Формузал, завтра через два года будет другой Башкан. Но статус правительства автономии, он должен утверждаться пакетом. Потому что законодатель, который формировал законодательство о статусе Гагузи, там четко прописал. Вы утверждаете весь состав исполкома списком, но никто не мешает вам через два дня пригласить какого-то члена исполкома с отчетом, чтобы он отчитался о проделанной работе, выразить ему недоверие и отправить его в отставку. Никто. То есть законодатель это может делать. Нет смысла, нет надобности в том, чтобы персонально каждого утверждать. Это моя принципиальная позиция, я ее буду отстаивать, в том числе в судебных инстанциях. Вы приняли регламент, я подчиняюсь этому закону, но одновременно я имею как Башкан право обратиться в судебные инстанции и попросить, пусть суд выскажется, правильно это сделано или нет. Если суд высказывается, что было сделано правильно, никаких проблем нет. Если суд это отменяет, тогда исполком весь состав должен утверждаться в полном составе. Что касается коалиционного, меня не пугает слово коалиционное, потому что шесть лет назад, когда я утверждал первый состав исполнительного комитета ГГУЗИ, там были представители коммунистической партии, там были представители абсолютно аполитичные, и там были представители других политических формирований, придерживались других взглядов, чем я. Я с ними работал. Если говорить о нынешнем составе, в этом нынешнем составе несколько членов исполнительного комитета являются членами других политических формирований. И никогда это не являлось препятствием. На первом месте стоит профессионализм. Справляется человек с обязанностями, он будет работать в исполкоме, независимо от его партийных принадлежностей. Если он не справляется, я его поменяю, потому что несу персональную ответственность я, работаю я. И я бы просил вас обратить внимание на такой момент. Нет ни одного члена исполнительного комитета ГГУЗИ, ни одного члена исполнителя, которого бы я заставлял вступать в партию регионов. Поэтому я категорически противник того, что людей заставляют какими-то способами, давлением и так далее вступать в ту или иную политическую партию. Оставьте. Люди сами должны определиться. Когда спускается план, в этом месяце вы должны нам привезти тысячу членов партии. Но мы через это уже проходили. Это неправильно. Человек туда должен приходить по убеждениям своим. И его убеждения должны отличаться. Вот моя партийная программа гласит так. Поэтому это соответствует моим убеждениям. Я иду реализовать эту программу. А идти в партию для того, чтобы получить какую-то должность, ну это омерзительно по меньшей мере. А мы это видим каждый день. Когда он был в партии коммунистов, и вдруг он резко стал демократом. И мы знаем, за какую должность он стал демократом. Это омерзительно в глазах населения. И это вызывает отвращение у людей к политикам, как избирательный процесс снижает порог явки избирательной активности. Но человек рассуждает так. Какой смысл мне голосовать за эту партию? Если я отдал свой голос за этого человека, за эту партию, а он потом продал мой голос, получил вышестоящую должность, и он в следующий раз... Зачем мне идти на выборы, если все равно эти политики друг друга там покупают, и от меня ничего не зависит? Это вызывает апатию у людей. А это опасно. Опасно с точки зрения целостности Республики Молдова, государственности Республики Молдова, перспективы ее развития, усиление демократической процесса, усиление степени ответственности. Если кто-то купит всех политиков Молдовы, и все они у него будут в кармане, так это будет... Что это будет? Это будет государство, или это будет какой-то клан, который будет решать вопросы в интересах себя лично, в ущерб всей территории, всем жителям Республики Молдова. Этого не должно быть. Насколько плодотворно или нет устраивность отношений в этом году с руководством Республики, и насколько учитывается руководством Молдовы и интересы в реализации каких-то инфраструктурных проектов или других? Ну, степень взаимодействия, если говорить лично, как Башкан Гагаузи, и степень взаимодействия с премьер-министром Республики Молдова, с кабинетом министра Республики Молдова, конечно, взаимодействие на должном уровне. И я не могу по части реализации инфраструктурных проектов, по части уделения внимания Гагаузии по выделениям финансов со стороны правительства, мне особо критиковать нечего. Есть вопросы, связанные с грантовыми средствами, которые идут на Республику Молдова. И там, по этим грантовым программам, действительно, у нас средств идёт меньше в Гагаузии. Но тут и наша вина есть, потому что мы должны готовить качественные проекты. Мы должны соответствовать тем критериям, которые есть в этих программах. И поскольку мы находимся на отдалении 100-150 километров от Кишинёва, те, кто там рядом находятся, у них есть больше возможностей, он каждый день в этот офис заходит и корректирует свой проект, и готовит, и он выигрывает. Поэтому мы приглашаем этих специалистов сюда. Они дают здесь знания нашим примарам, директорам лицеев, чтобы они более качественно готовили эти проекты и получали грантовые средства. Мы над этим очень сильно работаем, мы хотим нарастить это, чтобы регион получал в должном объёме грантовые средства. Вот тут есть вопросы, где мы должны сами работать. Одновременно, должен сказать, что есть большой задел, где мы должны работать вместе с Народным собранием, вместе с депутатами парламента, вместе с примарами. Это приведение в соответствии с реалиями сегодняшнего дня закона об особом правом статусе ГГУ Зири. В современной Европе, где есть такие образования, каждые 10-15 лет законодательство пересматривается в сторону передачи больших полномочий на места. К сожалению, с 1994 года, как принят закон, уже 18 лет, с этого закона постоянно потихонечку одна статья, вторая, одно предложение, второе предложение убирается. Но туда ещё ничего не добавилось. Я на эту тему много раз высказывался. Я говорил об этом предложении и 23 декабря, выступая на торжественном собрании. Моя точка зрения такова, что должна быть создана специальная комиссия с участием членов исполкома, депутатов Народного собрания, депутатов парламента Республики Молдова, правительства Республики Молдова, с тем, чтобы доработать, внести новые положения в закон об особом правовом статусе Гагаузии, который значительно расширит полномочия Гагаузии, который систематизирует и, скажем так, разделит, какие полномочия принадлежат Гагаузии, какие полномочия остаются в ведении центральных органов власти. Это огромный пласт работы. На будущий год мы планируем провести несколько таких круглых столов с участием специалистов, конституционалистов. Мы пригласим их и с Европы пригласим, и с России пригласим, и с Турции пригласим, чтобы они нам оказали серьезную помощь в подготовке этих изменений. На будущий год, насколько я знаю, и у нас эти планы находят поддержку и в Народном собрании, что мы должны принять доработанный проект уложения Гагаузии. Он должен быть принят на всенародном референдуме. Я предвижу, что будут попытки поменять процедуру избрания Башкана Гагаузии через депутатский корпус. Я предвижу эту попытку. Если мы изменим процедуру избрания Башкана, мы потеряем автономию со всей ответственности, говорю. Потому что то, что я наблюдаю сейчас, когда приходит большой кейс с деньгами и покупает пачками, мы получим в результате такого способа избрания Башкана, такого Башкана получим, что он подпишет любой документ вплоть до ликвидации автономии. На этот шаг гагаузский народ не должен идти. Ни в коем случае. Это мое твердое убеждение. Если говорить про децентрализацию в сфере финансов, да, она идет. К примеру, мы возьмем сферу образования. Директора лицеев получают самостоятельный баланс и самостоятельную возможность эффективно пользоваться теми средствами, которые имеются в бюджете. То есть, директор лицеев становится действительно руководителем, который будет руководить и кадрами, который будет руководить и финансами. И концентрация идет в руках одного человека. Да, это децентрализация. Во всем остальном я децентрализации не наблюдаю. Причина во многом это политическая составляющая. Каждая политическая партия строит свою партию, базируясь на том министерстве, на котором он находится. И мы наблюдаем картину, когда в министерстве, принадлежащем одной политической партии, все вдруг должны написать заявление вступить в эту политическую партию. А если завтра там поменяется руководитель этого министерства и другая политическая партия придет в власти, этих же людей заставят заново написать заявление выйти с той партии и вступить в эту партию. Мы этот процесс видели. Коммунисты все вступали в коммунистическую партию, сейчас коммунисты не у руля, все оттуда выходят и вступают в другие партии. Через два года поменяются новые политические партии и будут. А вдруг придет новая политическая сила, мощная серьезная сила, что все бросят и опять будут вступать в новые партии. Так во что превращаем мы людей? Мы превращаем их в приспособленцев. И мы ему сами говорим, чтобы остаться на своей должности, тебе не обязательно быть профессионалом, тебе обязательно быть членом партии. Придет одна партия, поменяешь партийный билет, снова останешься на месте. Это неправильный подход. Это дискредитирует систему управления. Игорь Михайлович, такой вопрос. Существует ли сейчас угроза ликвидации Республики Молдова? И кто издалялся за европейскую интеграцию больше двигает этот проект воссоединение территории? Ну, это крайне радикальные там правые партии. Они есть. Это партия госпожи Павличенко, это партия господина Гимпу. Остальные политические формирования все-таки, на мой взгляд, рассматривают Молдову как суверенное государство и стремятся к построению демократического государства, сильного государства. Конечно, есть внешние силы, которые эти процессы, ну, скажем так, мотивируют эти процессы. Эти марши унионистов. Ну, просто так это не делается. Это кто-то финансирует, кто-то в этом заинтересован. Это крайне правые радикальные силы. Собожным союзом как будет вообще. Если Гагаузи говорит, да, в случае референдума, мы согласны, то он же консультативный... Ну, исполком Гагаузи поддерживает это и спросить мнение людей, это очень важно. Пусть люди выскажутся, это нормальное явление. Исполком эту идею поддержит. Я думаю, что депутатский корпус назначит дату референдума. Единственное, я бы не хотел, чтобы дата была назначена на февраль-март. Почему? Потому что, во-первых, погодные условия. Во-вторых, проведение любого референдума требует тщательной подготовки, разъяснения населению, с какой целью проводится референдум, какие задачи стоят, что мы хотим узнать. И, на мой взгляд, оптимальное время это было бы где-то, может быть, в конце весны, а еще лучше где-то в сентябре, октябре, когда многие люди приезжают домой, идет уборка урожая и так далее. В основном люди приезжают домой, чтобы максимум людей было, потому что у нас уложение ГГУЗи и референдум должны 50 плюс 1 принять участие людей в референдуме, не так, как в Республике Молдова 33 плюс 1. У нас, к сожалению, не к сожалению, а даже к счастью, что у нас 50 плюс 1, а это должна быть соответствующая мобилизация. Если депутаты быстренько назначат на конец февраля месяца, это значит, что они хотят загубить эту идею на корню, чтобы этот референдум не состоялся. Кто в такую погоду пойдет, какая бабушка, какая дедушка, какой дедушка пойдет голосовать принимать участие в этом референдуме. Времени мало. Поэтому депутатский корпус должен очень аккуратно, очень осторожно подойти к этому. Мы же не хотим, чтобы первый референдум, который будет проводиться на территории автономии, чтобы он оказался провальным. Это будет большой минус прежде всего тем депутатам, которые с инициативой выходят, и тем депутатам, которые это пропагандируют. Вся автономия должна проникнуться мыслью ответственности, и все вместе должны провести референдум. Но референдум проводить по одному вопросу, опять же, затратные удовольствия. Надо и одновременно и уложения, чтобы эти два важных документа прошли во время проведения одного референдума. Тогда и у людей есть возможность больше принять участие в самом обсуждении уложения ГГУЗИ, тогда и активность населения будет, тогда и 50 плюс 1 мы сможем обеспечить при проведении этого референдума. Это моя точка зрения. Депутаты могут по-другому рассматривать этот вопрос. Как же вы оцениваете недавно произошедший в спокоме инцидент с взламыванием зонков в кабинете? Прежде всего это свидетельство состояния внутренней духовной культуры человека, его интеллектуального потенциала. В 21 веке эти вещи просто недопустимы и позорны. В 21 веке эти вещи решаются в спокойной обстановке, доверительной обстановке, диалог, компромисс только так. Михаил Анатольевич, в контексте ваших заявлений в грозе статуса автономии. До 23 декабря Гагаузия отметила 18 лет отказа от своей независимости или 18 лет становления государственности? Гагаузия отметила 18 лет своего становления и принятие закона об особом правовом статусе Гагаузии. Я знаю эту точку зрения, которое опять же нам навязывает извне. Я много раз на эту тему высказывался. Я говорил о важности событий 19 августа. Я говорил неоднократно, что не было бы 19 августа, не было бы 23 декабря 1994 года. Но я придерживаюсь точки зрения, что руководители Гагаузские в 1994 году приняли мудрое решение и согласились на статус Гагаузской автономии. Могу сказать, что в тех условиях это было, ну, с теми возможностями, которые имела Гагаузия, это было наиболее оптимальное решение. Я вообще противник дальнейших дроблений. Ну, давайте мы сейчас Молдову разделим еще на 5-6 частей, другие государства еще разделятся на 5-6. Во всем мире мы наблюдаем процессы, объединительные процессы. Вот та же Россия, Казахстан и Белоруссия решает вопрос объединения. Но почему Молдова должна дробиться дальше? Молдова тоже должна объединиться. И Приднестровье должно быть в Молдове, и Гагаузия в Молдове. И Молдова это получает устойчивость, серьезную устойчивость. И все будут говорить, что это не коротковременный проект, это серьезный проект надолго. И интеграционные процессы собираться надо. В современном мире ученые-экономисты вообще говорят так, что если численность населения менее 300 миллионов человек, сложно реализовывать какие-то крупномасштабные проекты в авиационной отрасли, космической отрасли. А вы видите, что такое 21 век? Это век глобализации. Поэтому процессы дробления ничего хорошего не дают. Наоборот, надо собираться. И чем больше будет людей на той или иной территории, почему Европейский Союз эти процессы проводит? А Европейский Союз, если рассматривает с точки зрения бывшего Советского Союза, один к одному повторяет путь Советского Союза. Он собирает вокруг себя государство, а там уже получается более 500 миллионов. Рынок, серьезный рынок, перемещение товаров, капиталов, финансов. И степень интеграции, кстати, Европейского Союза до сегодняшнего дня не вышла на уровень степени интеграции, который был между 15 союзными республиками бывшего Советского Союза. В бывшем Советском Союзе единая валюта, единые паспорта, Европейский Союз до этого еще не дошел. Единое законодательство с небольшими отличиями, учитывающие специфику республик. Степень интеграции Европейского Союза еще не дошла до степени интеграции бывшего Советского Союза. Ну, куда мы будем разваливаться? Должны быть серьезные экономические исследования. Многие говорят, что если мы разделимся, я эти процессы наблюдаю, вот бюджет моего населенного пункта самодостаточный, и я смогу прожить... Это неправильно. Это не самодостаточный. Это что сегодня? Бюджет Кишинева самодостаточный? Уберите оттуда все банки, уберите все оттуда представительства, уберите всю переработку, а сырье все идет с регионов, и я посмотрю, какой будет самодостаточный бюджет Кишинева. Не будет он самодостаточный. Поэтому хватит дробления. Наоборот, надо объединяться. И соседи слева, и соседи справа нам показывают, что надо объединяться. Эти процессы с Казахстаном и с Беларуси мы же видим. Объединяет усилия, увеличивает рынок. Чтобы реализовать такие мощные проекты той же космической отрасли, это огромные ресурсы. Для одной страны это дорогостоящие удовольствия. Поэтому кооперация усилий, вы видите, уже самолеты делают 10-15 государств вместе. Собирают свои и делают самолеты вместе. Раньше это в Советском Союзе Россия сама делала самолеты, другие страны самостоятельно выпускали, а сейчас они кооперируются, в том числе и россияне кооперируются с другими европейскими странами для того, чтобы в космической отрасли принимать участие. Это затратные вещи. Какая методология пересечения граждан Республики Молдова и Турции? Насколько могут граждане не рассчитывать пребывания в Турецкой Республике и когда вступит закон в действие? Мы рассчитываем, что с 1 января эта система уже заработает, будут опубликованы все решения принятые, какой срок времени будут находиться без визы наши граждане там, какой срок представители Турции будут находиться без виз у нас. что очень важно. С Турцией люди не приедут сюда работать на поле. Они приедут с инвестициями, пусть небольшими, но приедут с инвестициями. Пусть 2-3 человека, но они работу здесь дадут. Мы значительно облегчаем прежде всего въезд в страну представителями из Турции, чтобы они инвестировали сюда в экономику Республики Молдова. Вместе с тем наши граждане смогут находиться более длительный промежуток времени там. И им не придется искать каких-то посредников, которым будут они платить деньги за решение того или иного вопроса. И еще очень важный момент, на чем я хотел бы, отвечая на ваш вопрос, акцентировать ваше внимание, на стремление руководства страны к безвизовому режиму с Европейским Союзом. Я всецело поддерживаю эту программу. Все, что необходимо от исполкома Гагаузии, я делаю. И очень важно, чтобы жители Республики Молдова со своими паспортами получили возможность ехать по всему миру без виз, в том числе Европейский Союз до 90 дней без виз. И жители всех населенных пунктов автономии тоже должны понимать, что мы, находясь за рубежом, формируем мнение Республики Молдова своим поведением. Поэтому мы тоже должны соответствовать тем критериям, которые приняты в том или ином государстве. Если в Германии не принято бросать окурок куда попало, пожалуйста, не бросайте его там, потому что, когда вы его там бросаете, и полицейский вас останавливает, ага, с Молдовы, все понятно. Это тоже наш имидж, даже вот такой простой пример. И мы должны везде формировать имидж Республики Молдова позитивный, что мы законопослушные граждане, что мы не нарушаем никаких законов, что мы не едем распространять преступность в Европейском Союзе. Наоборот, мы добросовестно работаем, мы добросовестно сотрудничаем, мы законопослушные. Вот такой имидж надо формировать. Тогда и быстрее эти процессы будут решаться по безвизовому режиму. Еще один вопрос. Прогресс в развитии гагрузского языка очевиден, но буквально несколько дней назад судебная инстанция приняла решение в пользу господина Доброва, который в ней исполком и Канадский город университет поступали ответчиками и признал, что исполком препятствовало развитию гагрузского языка. Какова будет стратегия исполкома в контексте этого решения судебной инстанции? Мы должны получить решение судебной инстанции, где четко должно быть написано, в чем именно допущены нарушения и, соответственно, мы обязаны это решение суда, мы обязаны его устранять. Если это потребует дополнительных средств на устранение частичных тех нарушений, которые есть, мы подготовим соответствующую программу, обратимся и в правительство Республики Молдова, и в европейские структуры обратимся, обратимся ко всем нашим друзьям, побратимам, с тем, чтобы они помогли нам устранить эти недостатки. Должен вам сказать, что, когда я говорил о том, что мы выходим на уровень более таких масштабных крупных проектов, что мы достигли определенного уровня авторитета и уважения в мире, после 15 января, вы знаете, приедет к нам господин Диркшюбель, и будет рассматриваться вопрос о выделении для ГГУЗи 5 миллионов евро, и мы могли бы заложить часть средств на развитие ГГУЗского языка, на пропаганду ГГУЗского языка, на исследование, на издание литературы, мы могли бы заложить в эту программу, что мы и будем делать. Поэтому давайте дождемся решения суда, где будет четко расписано, в чем конкретно ущемлены. Я говорил, перед этим вам говорил, что да, мы много работы сделали, но еще очень много есть работы, которую предстоит сделать. Мы не можем сказать, что мы все сделали. Еще много предстоит работать, и выделять средства на эти цели надо. Больше средств надо выделять, значительно больше. На ваш взгляд, готов ли с полком вести свои заседания на гагаузском языке? Допустим, полностью, нестично? Есть определенная сложная терминология. Если я сам лично готов к тому, чтобы вести заседание на гагаузском языке полностью, то у нас есть члены исполнительного комитета гагаузии, не являющиеся по национальности гагаузами. И, соответственно, для них это будет затруднительно вести на гагаузском языке. Поэтому в 2013 году больше заседаний будет на увеличиваться количество заседаний на гагаузском языке. Но при рассмотрении вопроса мы будем исходить из того, владеет ли человек языком гагаузским или нет. Если он не владеет гагаузским языком, то его вопрос будет рассматриваться на одном из трех языков, официально действующих на территории автономии. Подложение темы. Леонид Аброф предложил заключить мировой проводить уголки пения, рисования, физкультуры и труда на гагаузском языке и учебных учреждений. Вы поддерживаете это предложение? Там все-таки надо дождаться решения судебной инстанции. Опять же, если учитель физкультуры, а у нас многонациональный состав живет, у нас есть и молдаване, и белорусы, и болгары, есть и другие национальности, украинцы. Если он, к примеру, болгарин, и мы его обяжем проводить на гагаузском языке, как мы поступаем по отношению к этому человеку? То есть нельзя вот такими запретительно-разрешительными методами? Нет. Я противник этих методов. Я сторонник мотивирующих, стимулирующих мер. И ничего против не имею, чтобы часть предметов, более того, управление образования уже рассматривает эти проекты, чтобы часть предметов преподавать на гагаузском языке. Но опять же, мы должны очень осторожно к этой теме подходить. Вообще, языковая тема это очень болезненная тема. Там можно наломать дров. А наша задача, пропагандируя, усиливая пропаганду гагаузского языка, не навредить качеству обучения. Ну как я специализированную такой терминологию по физике, по математике, я захочу ее на гагаузском языке дать, я сегодня не смогу ее дать. Это нужна серьезная работа, подготовительная работа, это и методологическая подготовительная работа, это и вовлечение педагогов, это и заимствование некоторых слов, которые нету в гагаузском языке с других языков хирургского мира. Надо это делать, не надо, тут надо еще лингвистом поработать. Тема очень аккуратная, очень осторожная, и в этом, как хирург, не надо навредить, самое главное, не навредить, а задача стоит пользу принести. Поэтому давайте получим решение судебной инстанции, и где конкретно есть эти упущения. Да и без решения судебной инстанции мы шаг за шагом это делаем. мы усиливаем, и вы сами, и люди признают это, что да, делается для гагаузского языка, многое делается, недостаточно, но делается, надо больше делать. Но мы опять же исходим из тех возможностей, которые у нас есть. Если бы у нас была полная казна денег, и мы не знали бы, куда их девать, конечно, мы намного больше бы продвинулись. А так из того, из тех скудных запасов, которые у нас есть, мы еще и постоянно ругаемся, пока эти скудные запасы, эти ресурсы, которые мы собираем, делим. И когда дело касается языка, мы начинаем, ага, там люди требуют канализацию, там люди требуют воду, там люди требуют дорогу, там протекает крыша дома. И у нас в основном эти ресурсы уходят на решение вопросов людей не в сфере языка. Поэтому и действует эта программа сейчас. Мы работаем, надеемся, что привлечем средства зарубежных фондов. Я когда встречался с господином Волебеком, верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам, я с ним просил его несколько раз, давал ему проекты, дайте нам ресурсы, чтобы мы могли эти вопросы решать. У нас стоит программа изучения государственного языка, где тоже нужны дополнительные средства. И там тоже этих средств недостаточно. То есть все эти вопросы надо рассматривать в комплексе. В Дородном Собрании происходят постоянные металлорфозы. И последнее другое это, скорее всего, объединение неких наших политических сил с Демократической партией Молдова. У Демократической партии Молдова тут есть тоже свой представитель, его сглавляет городоначальник муниципи Коврад Николай Гудов. Скажите, пожалуйста, не повлияет ли или наоборот улучшит ли положение Николая Хвапича в политическом смысле региона или республики? То есть не разочаруются ли избиратели в новом союзе? Я бы хотел, чтобы вы конкретизировали свой вопрос. Что вы хотите услышать? Получит ли он место в списке на парламент 2014 года? Он может получить, ему будет хорошо. А что население получит, не знаю. Не знаю. Я бы на его месте не рискнул бы на такой шаг, на который он пошел. Это выбор каждого человека. Или ты самостоятельной политики проводишь самостоятельную линию поведения, продвигаешь те идеи, которые ты считаешь важными. Или ты признаешь, что у тебя есть кто-то над тобой стоит, мнение которого является окончательным. Я привык работать в команде. У нас есть команда движения Единая Гагаузия, которая вырабатывает решения в интересах прежде всего автономии. И эта команда не вступает в никакие политические партии, в том числе и даже в партию регионов, которую я возглавляю, она не вступает. Она сохраняет свою линию поведения. Потому что движение ориентировано на интересы гагаузской автономии. У партии могут быть интересы намного больше. Это в масштабах всей Молдовы. Партия должна учитывать мнение всей республики Молдовы, избирателей. И каждая партия работает на своего избирателя. Но есть специфика местная. Похоже, что у нас одно общественное объединение Единая Гагаузия? Да, у нас на сегодняшний день только одно общественное объединение Единая Гагаузия осталось. И больше у нас нет общественных объединений, есть остальные политические партии. Мы как же в этих условиях, когда общественные объединения согласно закона не могут заниматься политической деятельностью. Не является ли честнее действия новой республики, когда они уже ступили возникли суббуканской партией и конкретно занялись политической деятельностью? Ну, по всей видимости, они хотят быть чуть-чуть беременными. Хотят и сохранить свое движение хотят, и в то же время быть в демократической партии. Два хорошо не бывает. И ни один человек еще в своей жизни два обеда сразу не съел. Желудок вмещает только один обед. Поэтому надо выбирать. Ну, короче, если говоря, я с ковым теме продолжить ее. Сегодня все понимают, что, чтобы интегрироваться активно в политическую и общественную жизнь в рамках страны, необходимо знание, хорошие, стабильные знания государственного языка. Сколько вопросов Молкова и в Гагузии в частности выделяет этому направлению внимания? Я на одной передаче отвечал на этот вопрос. Вот выхожу с инициативой и говорю руководству страны, у нас есть очень много молодых энергичных людей, которые закончили великолепно высшее образование, получили дипломы в Республике Молдова, защитили магистратуру, великолепно знают государственный язык. Если мы многонациональное государство Республики Молдова, в чем было всегда наше богатство, мы были всегда толерантны, мультикультурное общество, это было богатство Молдовы, пожалуйста, возьмите, проведите конкурс, возьмите представителей других национальных, не только гагаузов, русские, украинцы, болгары, гагаузы, евреи, белорусы, кто там другие, знающие государственный язык, проведите конкурс, именно среди них, возьмите их, устройте работать в какие-то министерства, на какие-то рядовые должности, тем самым интегрируйте их, чтобы они это огромная часть населения, нетитульной нации, она остается за бортом политической жизни, это всегда приводит к радикализации, ну, назовите мне хоть одного представителя, ну, скажем, как мы говорим сейчас, русскоговорящего, который является послом, министром, директором департамента, агентства, заместителем министра, ну, сложно найти, может быть, там один-два человека найдешь, но в процентном отношении более 20% населения это не представители нетитульной нации, значит, соответственно, где-то не обязательно, чтобы как в бывшем Советском Союзе была разнарядка, но продвижение этих людей в структуры власти должно быть, они должны быть интегрированы или нет, они должны принимать участие в разработке и принятии реализации решений, конечно, да. Говорите о новом составе исполкома, мне, в частности, интересно, просто любопытно, каким принципом вы руководствовались, когда составляли этот список, обязательно ли должен кандидат или член исполкома, начальник того или иного управления быть, или ранее должен был служить какое-то профильное направление, министр спорта обязательно должен быть человек из спорта или нет, или это должен быть все-таки менеджер или какой-то руководитель, задатки руководителя. Если позволите, я дополню, чтобы потом не отвечать. Вы сказали о том, что завтра внесете новый список документов, там списка исполкома, и будут ли там персональные изменения по действующему исполнительному комитету? Естественно, изменения будут. Естественно, изменения будут. Но пока не подписал, не могу говорить. Подпишу, потом скажу. Да, существует такое мнение, что человек должен быть из той среды, куда его назначают. Но есть задачи, которые стоят перед тем или иным направлением. Даже взять вот Республику Молдова. Назначение того или иного министра иногда происходит не из той среды, которую министр представляет. Это возникает необходимость серьезных управленцев, менеджеров, которые могут систематизировать. То есть, какая задача стоит, какую задачу ставят. Конечно, здесь в Гагаузе нет такого большого выбора, который есть в Республике Молдова. Поэтому я стремлюсь, чтобы эти люди хоть немного, но чтобы в этой сфере владели информацией. Ну, допустим, представители управления молодежью спорта, про которые вы говорили, этот человек должен быть образно, я понимаю, в любом случае, этот человек должен быть известен спортивной среде, что он должен знать всю, скажем, внутреннюю составляющую среды спорта. Он должен быть оттуда. И, соответственно, я буду стремиться, чтобы человек был из той среды. То же самое с сферы образования. Хотя, я в последнее время наблюдаю, что тенденция именно ставит управленцев, которые грамотно администрируют финансовую составляющую, поскольку именно образование берет 64% бюджета ГГУЗи, это самые значительные средства уходят туда. И с полкомом обновиться, обновиться, где-то на треть обновиться. То есть, вы даже не можете назвать, какие управления, если не говорите о персонале. Выходцы из какого наездка? Ну, какой блок управлений возглавят новое по-вашему? И вот восьмой церкви. Дождитесь до завтрашнего дня и все получите информацию. Еще вопросы есть? Есть и нет вопросов? Я всех вас благодарю. Поздравляю вас с наступающим новым 2013 годом. Желаю вам всем жителям ГГУЗи мира, добра, процветания, терпения. Всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин